МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ-21+. О событиях четверга расскажу я, Татьяна Куфенко. Коротко о главных темах выпуска. Сколько электричества нужно одной розетке, а сколько целой Мурманской области? Корреспонденты ТВ-21+, проведут экскурсию по Кольскому региональному диспетчерскому управлению. Мы полностью обеспечиваем надежность электроснабжения потребителей, полностью обеспечиваем все требования к надежности функционирования самой энергосистемы. Муралы, арт-объекты, дизайнерские люки. Если бы я умела рисовать, то тоже хотела бы преображать неприметные здания яркими красками. Городские пространства Мурманска превращаются в настоящее произведение искусства. Ну что, друзья, еще раз поздравляю с премьерой! Молодцы! Актеры Мурманского драмтеатра играют собственную жизнь. Спектакль о подмостках в репортаже ТВ-21+. В Мурманской области увеличен прожиточный минимум. Постановление об этом уже подписал губернатор. Теперь в расчете на душу населения он составляет 22 250 рублей. На 2000 больше для трудоспособных граждан, на 3 меньше для пенсионеров. И 21 582 рубля для детей. Кто следит за подачей электричества в наши квартиры и на производство? На электростанции энергию производят, электросети доставляют, а диспетчерское управление энергосистемы контролирует распределение. Это предприятие полное сложных схем, посетил мой коллега Кирилл Грапиняк. Свет в жилых домах, электричество в розетках, работа промышленных предприятий. Все это зависит от системного оператора. В Мурманской области это Кольское оригинальное диспетчерское управление энергосистемы. Его сотрудники круглосуточно следят за объемами выработки электроэнергии на всех электростанциях. Недавно в филиале назначили нового директора. Им стал Андрей Щенников. Мы полностью обеспечиваем надежность электроснабжения потребителей, полностью обеспечиваем все требования к надежности функционирования самой энергосистемы. Никаких предпосылок к развитию или возникновению каких-то аварий, аномальных явлений в энергосистеме не предвидится. То есть у нас никаких опасений нет. Территория операционной зоны энергосистемы расположена на площади 145 тысяч квадратных километров. Это вся Мурманская область. И включает в себя такие крупные объекты, как Кольская АЭС, Каскад Туломских, Сельбрянских, Невских, Пасских ГЭС, Апатитская ТЭЦ и другие. За 2021 год электростанции выработали 16,5 миллиардов киловатт в час. Благодаря эффективной работе, действительно такого элитного высокопрофессионального коллектива, удается обеспечить гарантийное энергоснабжение потребителей и загрузить производителей электроэнергии разумно и умело. За последние 20 лет производство энергии держится на стабильном уровне. В ближайшее время в регионе запланировано строительство новых предприятий. Заявки на обеспечение их электричеством уже поступают в управление. Кирилл Герпиняк, Павел Третьяков, ТВ21+. Совету судей Мурманской области исполняется 30 лет. О том, как был создан этот орган и чем занимается сейчас, мы поговорили с его председателем. Данил Скуратов расскажет, что за люди скрываются под черными мантиями. Только от нас зависит развитие нашей судебной системы и, соответственно, доверие общества к суду. Совет судей Мурманской области скоро отметит 30-летний юбилей. Впервые он был избран 23 февраля 1993 года. Сейчас работает уже восьмой состав. Помимо рассмотрения дела, эти люди занимаются повышением качества правосудия, укреплением статуса и социальных гарантий работников судов, стремятся к гласности внутренних процессов. В связи с этим в 2018 году Советом судей было принято положение и организована объединенная пресс-служба судов Мурманской области. В настоящее время во всех судах Мурманской области на официальных сайтах судов на постоянной основе публикуются пресс-релизы о наиболее интересных и общественных делах. Все вопросы и проблемы решаются на совещаниях в зале президиума, который появился на базе Мурманского областного суда только в 2021 году. Техническое оснащение помещения позволяет членам Совета судей из отдаленных уголков региона участвовать в совещаниях по видеосвязи. В условиях пандемии для нас это сыграло очень большую положительную роль, поскольку Совет судей не прекращал свою работу, и все совещания Советов судей проходили при полном составе с применением видеоконференц-связи. На стенах фотографии работников судебной системы Мурманской области, участников конкурса фоторабот «Мойкольский край». Организацией спортивных соревнований и творческих мероприятий тоже занимается Совет совместно с Мурманским региональным отделением Российского объединения судей. Проводится конкурс «Лучший суд года», а также «Лучшие судебные участки мировой судья года». По итогам года мы берем статистику, берем качество работы судей и выявляем наилучших. Еще одна заслуга Совета судей – Музей истории и развития судебной системы Мурмана. Здесь можно увидеть документы и дела 70-х годов. Здесь же на стеллаже выставлены спортивные награды. Здесь посетители смогут ознакомиться с историей развития и создания органов судейского сообщества, также с историей создания судов Кольского края. Кроме того, смогут познакомиться с биографиями судей, которые работали в судебной системе, с буклетами, которые были подготовлены к юбилейным датам судов. Судьи нашего региона являются достаточно спортивными людьми. Они не только профессионалы своего дела, но и все любят спорт, принимают участие в спортивных праздниках. В настоящее время Совет судей принимает активное участие в развитии электронного правосудия. Новые технологии позволяют не только повысить эффективность и качество, но и в определенной степени изменить облик судебной системы. Данил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ21+. Совхоз Тулома приступил к обновлению технического парка. В этом сезоне уже купили и привезли два трактора. Они должны увеличить производственные показатели и сократить простои. Новые машины изучала Александра Пескова. Первый этап обновления материальной технической базы в Совхозе Тулома начался с покупки двух тракторов. Для завода, который обеспечивает молочной продукцией всю Мурманскую область, приобретение значимое. Долгое время предприятие работало на старой технике, которая постоянно ломалась. В течение месяца мы ждем еще дальнейшее поступление. Поступление данной техники, безусловно, улучшит состояние предприятия, позволит достичь еще больших показателей по надоям. И уверен, что в течение этого года мы значительно обновим парк Туломы. Два новых белоруса будут помогать в кормлении животных и вывозе органики. От старой техники Совхоз не отказывается. Наоборот, она останется в запасе и выйдет в поле в случае поломки или в пиковый сезон сбора сена. Как это должно работать по-настоящему? То есть, если у меня сейчас работает один погрузчик, который на комплексе грузит корма и потом едет в поле, и на поле их перегружает с поля в кузов. Конечно, он должен обслуживаться. Конечно, он должен обслуживаться не во вторую смену. И в этом случае старая техника, она будет подменять вновь пришедшую новую на момент ее дефектовки. Как отметил заместитель руководителя по производству, в отличие от старых тракторов, эти зарекомендовали себя высокой проходимостью. Это проверенная лошадка Минского завода, трактор модели 82.1. Единственное его отличие в том, что у него усовершенствованный передний редуктор. Этот трактор является редукторным, у него пары привода на колеса, и он является более проходимым, чем обычный 82-й трактор. Обновление на этом не закончится. В скором времени технический парк предприятия пополнится комбайном и амкадором. Александра Пескова, Александр Грачев, ТВ21+. Мурманск становится ярче с каждым днем. И не только благодаря теплой погоде. Муралы, арт-объекты, дизайнерские люки – их в городе все больше. Элина Шагенова рассмотрела самые новые и необычные. Природа Кольского Заполяря пробудилась после зимней спячки, а вместе с ней и порывы художников. Благодаря им городские пространства Мурманска превращаются в настоящее произведение искусства. Яркими красками осветились здания областной столицы. На фасаде школы спортивной борьбы и второй поликлиники. Кит, ледоход, белый северный мишка – чего только не увидишь на них. Это муралы, созданные руками Вероники Волокжанниковой и Дмитрия Новицкого. Ну, у нас вся эта работа заняла 4 дня. Самое, наверное, неинтересное – это первый день. То, что надо закрутовать стенку, подготовить ее. Второй день мы размечали. Довольно кропотливо. Но, в принципе, у нас вся композиция, она рассчитана на такие плоскости. То есть, как это говорят, глаза боятся, руки делают. То есть, когда мы уже включились в процесс, все это пошло буквально там – ух и ах. Если бы я умела рисовать, то тоже хотела бы преображать неприметные здания яркими красками. Но, увы, этим мастерством я не обладаю. Все, что остается – заменить инструмент и фоткать эту невероятную красоту. Направляясь на работу, по делам или просто гуляя, зачастую наше внимание приковано на то, что на уровне глаз. Но иногда взгляд стоит опустить. Ведь искусство может быть под ногами. Кто бы мог подумать, что ледокол «Ленин» и «Ямал» появится в самом центре Мурманска. Правда, в виде изображений на дизайнерских люках. Изготовлены они из полимерно-песчаной смеси. Прочные и не такие дорогие, как чугунные. Мне нравится, красиво, конечно. Идея нормальная, чтобы не упасть. Видно все. Не секрет, что искусство может привлечь внимание общественности к проблеме, в том числе экологической. Такой ортобект появился в Мурманском подземном переходе. Зеркально-мозаичный сик, который просит остановить загрязнение водной среды, в которой он обитает. Это не мое предположение. Здесь была табличка с его просьбой и информацией, но она куда-то исчезла. А еще в июне запустят фонтаны, на городских клумбах высадят экзотические цветы, а на деревьях полностью распустятся листья. И Мурманск станет похож на южный курорт, если погода не подведет. Элина Шагенова, Александр Грачев, Андрей Бричко, ТВ21+. Загадочная смерть произошла на сцене Мурманского театра. Это новость не из криминального мира, а из культурного. Так начинается спектакль «Фуршет» после премьеры. Новинка областной драмы. Потно! Через чуд! Оттелла души Дездемону заподозрив ее во лжи. Сомнение идет бок о бок с обманом в новой постановке драмтеатра. «Фуршет» после премьеры. В ее основу легла пьеса Валентина Красногорова. В ней черная комедия переплетается с детективной историей. Интересно переключение. Черная комедия – это все-таки редкий жанр. У нас есть одна черная комедия. Это совершенно другая постановка. И мне кажется, она будет интересна. На большой сцене это передать. Мы постараемся. Ну что, друзья, еще раз поздравляю с премьерой! Молодцы! Спасибо! Оттелла! А рабочие сцены спрашивают, нужно ли убирать постель и прочие декорации? Нет, завтра мы снова играем Оттелла. Пусть все остается как есть. Интрига нарастает с первого акта. По сценарию актеры празднуют премьеру спектакля Оттелла. На празднике присутствуют все, кроме актрисы, исполняющей роль Дездемоны, которая, как позже выясняется, уже мертва. Под подозрение попадает вся труппа. Долгая работа. Да, конечно, и сложности есть, и трудности, но процессы, и сон в нем есть все. Мы знаем, что такое работа, что такое работа артиста, поэтому были готовы по всему. Зрителям всегда интересно, что происходит за занавесом, когда заканчивается спектакль. Как признаются актеры, закулисная жизнь в этой постановке совсем не похожа на реальную. Если артисты все же собираются на застолье, то оно непременно заканчивается мирно. Александра Пескова, Андрей Бричко, ТВ21+. Это новости на ТВ21+, и мы продолжаем. Президента России пригласили в Мурманск. Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава». Среди них были мурманчане Светлана и Махмуд Халитовы. За 25 лет брака у них появилось 10 детей. Почетную награду они получили совсем недавно на встрече с Владимиром Путиным. Многодетный отец, пользуясь случаем, предложил президенту приехать в гости, когда тот выйдет на пенсию. Спасибо вам за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, когда пойду на пенсию. Может, раньше получится. Лекции, викторины и игровые активности. Те, кто думают, что изучать атомную энергетику скучно, сильно ошибаются. В информационном центре Кольская АЭС по случаю юбилея Росэнергоатома для школьников провели познавательную экскурсию. Больше о командных квизах и атомных шашках расскажет Евгения Гречуха. Простыми словами о сложных вещах. Последняя учебная четверть у школьников из «Полярных зорь» заканчивается необычно. Узнать о том, что такое электроэнергия, где она рождается, и даже самостоятельно измерить уровень радиации в своем телефоне. Они смогли на экскурсию по случаю 30-летия концерна Росэнергоатом. Как правило, мы делаем презентацию новых информационных продуктов, проводим интерактивные игры и викторины. И сотрудники информационного центра по атомной энергии тоже приезжают к нам, в город Полярные зори, в наш информационный центр, для того, чтобы проводить интерактивные игры, в первую очередь для школьников. Центр занимается и профориентационной работой, поэтому важно ребят заинтересовать. Игорь Олегович в этом деле профессионал. Он знает, как грамотно и легко преподнести научные факты подросткам. Стараемся это делать в интересной, интерактивной, небанальной и динамичной форме. Потому что, когда человек получает сложное научное знание, он обычно думает, что это скучно, неинтересно, нудно и вообще не здорово. Когда он получает все это в динамике, он начинает обычно живо интересоваться наукой и в конечном итоге может заниматься как гражданская наука, а если совсем становится интересно, то уже становится полноценным ученым. Знакомиться с атомной энергетикой не только в ходе интеллектуальных игр, но и прямо на улице. Ребята помладше прыгают на скакалках, собирают пазлы и играют в атомные шашки. Лера стала в них настоящей чемпионкой. Мы активно провели время здесь. Я вообще играю с 8 лет в шахматы. В детстве играла в шашки с дедушкой, с бабушкой, и они мне научили. Все ставили свои решения на девочками против меня, на одноклассницу. А выиграла я. Все активные участники на память о полезной экскурсии получили от предприятия сувениры. Многие задумались о том, чтобы дальше изучать атомную энергетику, а может даже и связать с ней жизнь. Евгения Гречуха, Павел Третьяков, ТВ21+. Стартовала первая смена детской оздоровительной компании Норникеля. Сегодня из Мурманска в санаторий Вита в Анапе отправились почти две сотни мальчишек и девчонок из Мончегорска и Печенского округа. Петр Широбоков и Максим Чинкин провожали ребят. Солнце, высокие кучевые облака и плюс 20 в тени. И это в 10 часов утра. Кольское заполярье провожало девчонок и мальчишек по-настоящему летней погодой. Но впереди у детворы не просто отдых на море, а путешествие в страну детства, в Италию. У них настрой очень хороший, очень позитивный. Они, конечно, рады, что едут отдыхать на море. Встретили уже своих друзей, с которыми в прошлом году отдыхали. Там очень большая программа. Там целая республика. Не отряды, а города. И есть свой парламент, свои депутаты. Очень много отводится времени для социально-коммуникативного развития детей. В этом году у нас три бесплатных экскурсии. Это экскурсия в Новороссийск, в Дельфинаре. И самая любимая детская экскурсия – это аквапарк. Я сюда еду уже второй раз. Первый раз я ехал в 2018 году. Запомнилась аквапарк. Очень классный аквапарк в Анапе. Я был в Новороссийске на крейсере «Кутузов». Тем более я поздравслел. Хочу еще раз попробовать эти эмоции. Кепки, панамки, солнечные очки – у кого-то и любимая игрушка. В дорогу детвора взяла все самое необходимое. Ровно столько, сколько можно унести без посторонней помощи. Ведь такое путешествие – это еще и шаг во взрослую жизнь, где ты берешь часть ответственности на себя. Санаторий «Вита» в Анапе северянам хорошо известен. Путевки в него традиционно помогла приобрести своим сотрудникам кольская ГМК. Домой с загорелыми и набравшимися сил дети вернутся в середине июля. В этом году дорога к Южному морю для северных мальчишек и девчонок выдастся немного длиннее, чем обычно. Сначала чартерным рейсом в Сочи. Оттуда специальным поездом в Анапу, где 180 юных северян проведут 40 счастливых и солнечных дней. Петр Шарабоков, Максим Чинкин, Илья Курмашев, ТВ21+, аэропорт Мурманск. А пока школьники отдыхают в лагерях, нужно подготовить к началу учебного года всю инфраструктуру. Ремонт идет не только в общеобразовательных школах, но и в спортивных. Так, несколько залов в первой мурманской спортшколе прямо сейчас оборудуют специально для гимнастов. В 2022 году детско-юношеская спортивная школа номер один отметила свой 70-летний юбилей. С самого открытия здесь тренируются гимнасты и акробаты. Количество желающих заниматься этим видом спорта только растет. Поэтому помещение в корпусе Наневского 93 было решено капитально отремонтировать. Делается зал для акробатов, ремонтируются помещения, в которых они будут переодеваться, ремонтируются помещения, в которых они смогут принимать душ, стандартный набор помещений, плюс вся инфраструктура, которая для этого требуется. Спортивные залы и комплект современного оборудования обойдутся в 10 миллионов рублей. Однако здесь еще есть на чем поработать. Набор смежных работ, которые необходимо сделать, он дорогостоящий. Именно это мы сейчас пытаемся решить. Это вопросы с вентиляцией, в первую очередь вопросы с коммунальной инфраструктурой, которую нужно обновить в смежном здании. Вот эти средства мы сейчас ищем. По словам строителей, ремонт в школе завершится уже к осени. А значит, новый учебный год дети начнут уже в обновленных залах. Чемпионы в мини-футболе. Студенты МГТУ и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа привезли из Нижегородской области победу. Команде впервые за 15 лет удалось стать первыми. Накал эмоций и интрига до последней минуты. Кадры этого триумфального момента команда МГТУ по мини-футболу бережно хранит для истории. В финале 14-го сезона проекта мини-футбол вузы, который накануне прошел в Нижегородской области, северяне взяли золото. В состав совмещенной команды входят 12 учеников высшего учебного заведения и колледжа. Ее капитан Павел ребятами очень гордится. Чемпионство по вузам среди России – это очень почетно. В Мурманской области такое впервые. То есть мы первооткрыватели, надеемся, что в будущем наша молодежь не будет показывать уровень ниже, а с каждым годом будет набирать, набирать и набирать. Несмотря на плотный учебный график, подготовку к экзаменам и написание диплома, молодые люди находят время для любимого дела. Поддержала ребят и ректор МГТУ. Я горжусь вами и рада, что в тот момент я приняла такое решение. И мне это действительно очень важно. Спасибо. В благодарность за достойное представление региона на всероссийском матче футболисты получили подарки от Министерства спорта Мурманской области и своего учебного заведения. А региональный министр спорта и руководитель вуза подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Евгения Гречуха, Павел Третьяков, ТВ21+. Ну а наши взрослые футболисты первые в турнирной таблице. Дважды подряд мурманский клуб «Север» побеждает в чемпионате Северо-Запада. На этот раз наши ребята со счетом 2-1 обыграли команду «Ленинградец» в Гатчине. Следующий матч с участием «Севера» пройдет в Новгороде 11 июня. Мурманские футболисты сойдутся на поле с местным Новградом. Если вы смотрели выпуск не сначала и что-то пропустили, его всегда можно увидеть на нашем YouTube-канале, пройдя по ссылке на сайте и в соцсетях. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Не забывайте про вайберы WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Мурманске области на завтра 3 июня. В Кандалакше плюс 15-17 дождь. В Лумбии также дождливо – около 16 градусов со знаком «плюс». В Полярных Зорях до 18 и выше нуля. В Апатитах – 16-18 осадки. В Кировске также дождь – плюс 16-18. В Кавдоре чуть теплее – 17-19 градусов, но также дождливо. В Манчегорске – осадки – 16-18. В Лавозере – 15-17 градусов. Дождь. В Оленигорске – дождь – плюс 15-17. В Никеле – до 18 градусов осадки. В Заполярном – летний дождь – 16-18 градусов. В Североморске также тепло – плюс 15-17 осадки. В Заполярной столице – до 18 градусов со знаком «плюс». Переменная облачность – местами дождь. Ну а на этом наш выпуск завершен. В студии с вами была Татьяна Куфенко. Увидимся на ТВ-21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова